Сплю на гвоздях. Питаюсь ячменем. Раскировал больше спортивной составляющей. Зожа, пиздёжа и так далее. Пью только воду. Тем более, что тут Антон Бритва, которого они видят. Это же не я. Я для себя Антон, который может лежать на диване чипсы и играть сегодня в PlayStation. А я до этого купил холодильник за 25 тысяч рублей. Нет, это прям, это тупик. Я взрослый мальчик, я уже в такие игры не играю. Вообще, про спарту тебе интересно, про спарту? Мне нет. Друзья, и снова здравствуйте. Это бар на Пятницкой «Подозрительные лица», подкаст «Подозрительные лица». И сегодня у нас человек, который был для меня подозрительным ещё с 2014 года. Именно тогда я вообще увидел, кто такой есть Антон Бритва. Я вообще услышал такое понятие, как Антон Бритва, как символ, глава мужского клуба движения «Спарта». В целом, да. Антон Бритва. Ребят, слушай, начнём с дифирамбов. Вот честно скажу, для меня «Спарта» это был один из тех тренингов, который где-то разлил жизнь на до и после. То есть для меня это было что-то прям такое трансформационное. И то же самое это было для многих моих знакомых. У меня друзья, с которыми я сейчас общаюсь, это именно с тренинга. То есть до этого я их не знал. А прошло уже, извините меня, сколько? С 2014 года? 9 лет, почти 10. Да, это много. Представляешь, это круто. За это тебе отдельный респект. Благодарю. И кайф, что ты здесь. Вот поэтому первый вопрос сразу же такой. Что со «Спартой»? Где, что я ею? Куда ушла «Спарта» вообще? Есть она, нету? Отвечу сразу. «Спарта» есть. Просто последние несколько лет я не занимался ей настолько интенсивно, насколько занимался до этого. Я в какой-то момент времени осознал, что, наверное, я хороший тренер. А вот с точки зрения управленца я не очень хороший человек. Потому что передав там операционное ведение проекта другим людям, партнерам, к сожалению, в моменте мне удалось развить проект и вывести его на новый уровень. И так потихонечку, потихонечку, потихонечку «Спарта» начала пропадать из информационного поля. Она по-прежнему живет, существует. Она по-прежнему есть в России за ее пределами. Мы, к сожалению, в силу последних событий потеряли часть наших европейских представительств. У нас была Прага, у нас была Рига, у нас была Чикаго, у нас был Киев. Не знаю, такие слова можно произвести сейчас вообще нет, только в студии. К сожалению, история с зарубежными представительственными филиалами канула в небытие. В российских городах есть, проходят, ведут тренера, которых я привлекал в проект. Кого-то я выучил, вырастил. Проходят тренинги. Может быть, не в том объеме, не в том количестве, но, в принципе, для меня это уже особо не важно. А ты, когда задумывал «Спарту», она пришла к тому, что ты хотел, или план не удался, или он сменился, или что? Ну, то есть, вообще, идея конечного результата. Честно тебе сказать, это не было у меня никакого конечного плана или конечной идеи. Нам везде рассказывают, у вас должен быть конечный план, конечная миссия, вы там должны вот к чему-то там это и так далее. У меня вектор движения был. У меня не было понимания итогового результата. Какой итоговый результат я желаю получить от «Спарты», что это? Поклить всю территорию России мужчинами, которые проходили «Спарту» – нет, нет такой задачи. Организовать общественное движение или политическую партию – это упаси Господи. Хотя было бы что-то мощное для этого. Ну да, один попробовал, Тесак звали, не получилось. У него там, правда, немножко другие ценности были, скажем, но финал этой истории все мы знаем. Да, был вектор, было направление, не было, знаешь, какого-то итогового такого «я желаю, чтобы моя компания стала миллиардной» примерно. Потому что «Спарта» все-таки, знаешь, это как бизнесом, с точки зрения классического понимания бизнеса, это нельзя назвать. Во-первых, нельзя это назвать бизнесом, потому что бизнес – это то, что, по сути, может работать без тебя, поставив ты хороших управленцев. Бизнес – это деятельность, которая изначально направлена на создание дохода, увеличение дохода и так далее. Мы в рамках нашей деятельности, к сожалению или к счастью, не ставили для себя доход как основной ключевой фактор, показатели успешности нашей деятельности. И, может быть, это была бы ошибка, да, с точки зрения бизнеса, но в то же время, ну, как бы не было никогда особо какого-то внутреннего конфликта, желания там продавать все, что продается, да, выжимать людей на деньги, не знаю, делать еще какие-то вещи, вообще так шло, так шло. Мы выросли-то вообще почему изначально? У нас вообще не было никакого ни плана, ни стратегии, там, ни какого-то видения и так далее. Мы провели тренинг, тренинг понравился людям, говорят, приведите еще. А как, мне интересно, первый тренинг – это что было? Один проект в тот момент времени партнерский поддержал нас, дал рекламу внутреннюю. Это были те времена, когда смс, когда email-рассылки еще работали, можно было просто по закрытому чатику бахнуть рассылочку, и, короче, люди собирались. И вот так один проект нас поддержал, собралось 12 человек по тренингу. А это сразу был типа мужской тренинг? Да, да, я тебе расскажу, как есть. Это был один известный пикапческий крупный проект. Вот, мой партнер тогда по спарте пошел с ними договорился, они сделали рассылку, что вот есть такой экстремальный тренинг для мужиков. То есть он экстремальный сразу же? Он вообще был изначально экстремальный, он перестал быть более экстремальным уже с течением времени с моим взрослением. Изначально спарта было 7 дней, 7 вечеров, каждый из вечеров был посвящен какой-то своей острой грани жизни. И изначальная задумка вообще проекта была создать некий продукт, тренинг похожий на фильм «Игра» с Майклом Дугласом, где он посмотрел. И задумка была в том, чтобы такие уже уставшие немножко от серости и рутины офисные планктоны приходили, проходили какие-то острые грани, вдохновлялись, двигались дальше. По факту все получилось совсем по-другому. Пришло 12 пикаперов, пикаперы прошли, им понравилось, у них появилось видно внутреннее ощущение. А зачем они пришли? Слушай, ну я думаю, что у многих ребят, которые в тот момент времени увлекались пикапом, у них так или иначе внутри присутствовал конфликт, когда с одной стороны тебе говорят, тебя вдохновляют или тебя заставляют проявляться как альфа, как лидер, как самец и так далее. Но от того, что индюшка себе в жопу черные перья напихает, она же не станет черным ястребом, правильно, да? Там должен быть какой-то внутренний путь трансформации еще. Я думаю, что многие из них чувствовали, что их внутреннее состояние, внутреннее совмущение находится в иной плоскости, нежели то, что они пытаются позиционировать. И тренинг хорошо решал этот вопрос, он позволял им быть конкурентами, верить в себя, и эта вера была, ну уже на что-то опиралась, была на чем-то обоснована. Они вдохновлялись, получали энергию, двигались дальше. И долгое время, первые годы, наверное, с 2008-2009 аудитория проекта «Спарта» были пикаперы. Представители разных пикап-сообществ, которые приходили за допрокачкой. Кто-то у меня в какой-то момент времени пару раз нелестно высказался о пикапе, но даже не о самом пикапе, а о его крайних проявлениях таких-то, таких вещах, знаешь, из области. Ну, когда мужики по пятницам собираются и как бы хвастаются, кто сколько фрагов за неделю наколотил. Ну, что-то я в какой-то момент времени, я уже немножко подрослел тогда, и это начало идти как-то вразрез с моими ценностями. Я сказал, что, ребят, это не здоровая, не крутая история. И потом, когда мы уже начали расти, как «Спарта», и она стала становиться крупнее, приезжали ребята из разных городов. Говорю, о, круто, крутой тренинг, приведите его у нас, мы как бы, мы соберем аудиторию. Ну, окей, ладно, давайте вот условия. А как это было, там 12 человек, а потом сразу же, что там, по 50, по 100? Нет, нет, такого не было. Да, это был долгий путь, в несколько лет, еще раз, потому что мы не относились к этому как к бизнесу. Для нас это было хобби, которое нам позволяло выражать себя и там приносило какие-то деньги. И я помню, что я за свой первый тренинг заработал, по-моему, 10 тысяч рублей. И я подумал, блин, прикольно. Я, в принципе, это и бесплатно делал, все всегда. Тут еще и 10 тысяч дали. Но это был 2008 год тогда. Тогда 10 тысяч рублей можно было вообще погулять нормально, новогодние праздники. Вот. И какого-то бизнес-подхода централизованного не было, но была сарафанка, были хорошие рецензии. То есть был реально классный продукт, который получился реально прикольным даже в той старой версии. Люди, которые приезжали с разных городов, проходили его и говорили, слушай, я хочу, чтобы ты, короче, провел эту же программу для моих ребят в Саратове или Владивостоке, или где-то еще. Я готов собрать, приезжай, прилетай. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И вот пошла такая история с масштабированием по городам, по регионам. Как ты думаешь, вот Спарта это, нет ли ощущения, что Спарта это для каких-то неудачников? Вот знаешь, вот что, я поясню свой вопрос, что идут туда люди не от хорошей жизни. То есть люди приходят, потому что у них там что-то не получается и так далее. И вот такой, как будто бы тренинг, куда собираются неудачники, и им говорят, что вы типа крутые чуваки теперь, делайте что хотите. Ну, во-первых, им на тренинге не говорят, что вы крутые чуваки. Это все-таки тематика немного не нашего тренинга. Им говорят, что нужно делать для того, чтобы быть крутыми чуваками и мотивируют это делать. Вот, нет, это очень навязчивое ощущение. То есть изначально мы задумывали о том, что, возможно, к нам будут приходить такие маленькие сыночки, знаешь, или забитые в жизнь. Да, вот об этом я хотел. И так далее, вообще нет. Вот, знаешь, как это сидишь в раздевалке перед футбольной игрой, и думаешь, вот выйду на поле, будет вот так вот. А выходишь на поле, и все по-другому. И здесь то же самое. Вот, если мы реально возьмем группу поток, например, в 100 человек, вот таких прям, вот заведомо прям униженных, оскорбленных, ущербных таких персонажей Достоевского, знаешь, процентов 5, ну, 10, если прям совсем какой-то унылый поток. Так нет, абсолютно нет. С самого начала даже к нам приходили ребята с самых первых тренингов, которые по уровню материального благополучия или по уровню реализации могли сильно опережать даже нас. Просто какой-то кластер у них вот был не закрыт. Да, они реализовали себя как хорошие наемные управленцы в бизнесе в крупных компаниях. Да, они, может быть, себя даже женщинами там в чем-то реализовали, но вот что-то внутри сидеть все равно что-то не хватает. Ну, отлично, мы какие-то из их потребностей могли закрыть. А Спарта, напомню, там же какое-то продолжение есть, или тогда не было, то есть тренинг закончил? Тогда не было, тогда не было. Закончился и закончился. Сейчас мы ведем еще коучинги после Спарты, там, четырехмесячные, полугодовалые, потому что, в принципе, за много лет работы сформировалось понимание, что то, от того, в какую среду попадает этот человек, это сильно влияет на его уровень результатов в дальнейшем. То есть, если среда контекстная, если среда такая, что люди двигаются, люди поддерживают друг друга, люди не стесняются не просто поддерживать, обмениваться знаниями, ресурсами какими-то и так далее, больший процент вероятности того, что человек вырастет. Гарантий нет никаких, но процент, с моей точки зрения, прямо удваивается. возможных изменений каких-то у человека, как материальных, так и нематериальных. Вот ты говоришь про небизнесовую составляющую Спарту. Вообще, про Спарту тебе интересно говорить? Нет, нет. Тебе нет? Нет. Окей, давай тогда хер с ним, со Спарту не так интересно. Давай поговорим с тобой вообще про образ современного мужчины. Вот это, мне кажется, намного интереснее. То есть, то, как ты видишь его. То есть, Спарту. Ну, все равно, ты знаком с медиапространством, как Спарту. То есть, ты от этого уже никуда не денешься. Ну да, уже не спрячешься. Да, это факт. Назвался груздем, полезай в кузов. Да. Ну, может быть, там как-то со временем это сойдет. Но, тем не менее, сейчас ты так или иначе остаешься где-то ролевой моделью в глазах тысячи человек. Кстати, сколько, давай последний вопрос по Спарту. Сколько человек прошло? Есть эти данные? Ну, так, чтобы не напиздеть, тысячи тридцать тысячи человек. То есть, 30 тысяч мужчин и женщин. А, и женщин. Ну, женщина это вот последние годы, да? Да, да, да. Последние лет шесть, да. Понял. А, ну, так достаточно много. Ну, конечно. Ну, все равно 30 тысяч человек. То есть, в глазах этих 30 тысяч человек, то есть, все равно какой-то символ, на который, ну, как-то, не можешь с ними делать. То есть, люди не идут на обловку. Ну, можно, ну, окей, может быть. Нет, со стороны виднее. Правда, со стороны виднее. Я-то для себя, это я, понимаешь? Я для себя Антон, который может лежать на диване, чипсы жрать, играть в Sony PlayStation, понимаешь? С голым животом. Ну, то есть, я-то знаю, какой я, на самом деле. Кто-то меня такие видят. Для мамы я сын. Для моей женщины я мужчина. Ну, для этих 30 тысяч человек, ты что думаешь? Ты Антон, который чипсы жрет на диване? Ну, объективно. Ну, для тех, кто как-то ел себе чипсы. Ну, таких не много. Вчера парочка приезжали. Вот, я тебе к чему. То есть, все равно, ты какой-то транслируешь образ, ну, как это, ролевую модель. Да. Вот, как ты думаешь, ролевая модель, которую ты транслируешь, это вот мужчина, она какая? То есть, ты что? То есть, понятно, что ты не транслируешь образ и чипсы, и диваны, и вот это все. Хотя это есть. А какую модель ты транслируешь? Вообще, как ты себя видишь? Слушай, у меня полтора года в Инстаграме нет. Я вообще не знаю, какую ролевую модель я транслирую. У меня события, которые произошли, определенные премии назад, между двумя государствами, меня зацепили настолько сильно, что я просто... Мне противно стало даже в социальной сети заканить. Поэтому я сказать, что я сейчас там что-то кому-то транслирую... Да не могу я ответить на этот вопрос. Последние полтора года активно точно ничего не транслирую. Что транслировал раньше, в разные периоды жизни по-разному. В момент, когда там сильно увлекался спортом, транслировал больше спортивной составляющей, да, какой-то там зожа, пиздежа и так далее. В момент, когда больше увлекался там практиками, буддизмом, еще чем-то, транслировал больше духовной составляющей. Нет какой-то конвы, нет у меня, знаешь, выверенного портрета какого-то или медиасхемы, которой я придерживаюсь, что вот транслирую я там сильно, уверенного в себе мужчину, который не боится трудностей, но не боится признать своих слабостей, и при этом детишкам помогает и там что-то еще там и так далее. У меня такого нет, это медиапортреты, медиастратегии, может быть это и плохо, конечно. А поэтому транслирую я в разные периоды жизни то, что для меня в моменте считается важным. Вот у меня будет там, для меня важно, не знаю, там детей, чтобы гуманитарку собрать в горячие регионы. Я вот месяц буду транслировать, что надо собирать гуманитарку. Ну и если человек задет у меня пословит, подумает, ну волонтер какой-то бегает тут ему, они покер собирают и так далее. Нет конвой какой-то, это людям со стороны надо, наверное, будет правильнее у людей со стороны спросить, что они видят, когда они видят Антона Бритву. Тем более, что тот Антон Бритва, которого они видят на экране или в Инстаграме или еще где-то, это же не я, это кусочки меня, какие-то маленькие фрагментики из моей жизни, на основании которых каждый человек составит свое впечатление, да. Не знаю, еду я на Майбахе или маму на Майбахе везу, снял видео, да, одно и то же. Я, Майбах, мама, кто-то увидит. Вот Мажор Панторез там уебывается, Майбах купил и теперь нам, короче, инфо-цыганщину свою разводит. Кто-то посмотрит, скажет, блин, как классно, маме своей заботится, короче, вот, каждой маме какого-то сына. Кто-то посмотрит, скажет, да Майбах-то говно вообще старое, 16-го года, еще и не 5-литровое, а 4-литровое, да вообще. Ты понимаешь, здесь сколько людей, столько и мнений. У меня вот, че, буду с тобой искренен, у меня нет и не было никогда единой некой концепции того, что я транслирую, что во мне должны видеть люди. Может быть, это плохо. Вот нет такого, что, вот, Антон, в тебе люди должны видеть только Эндрю Тейта, да, там вот, если ты знаешь Эндрю Тейта. Или, Антон, в тебе люди должны видеть, там, Стэпхэма. Или, Антон, в тебе люди должны видеть, там, Майя Абрикосова с Дома-2. Видео недавно смотрел как раз про феномен Дома-2, что-то вспомнилось. У нас был здесь в первую часть, я всегда сидел так же с тобой. Прикольно. Слушай, ну, окей, тогда вектор. Ты говоришь, вот тогда был вектор, и я двигался. Сейчас какой вектор, куда сейчас двигаешься? Да он такой же, я просто его не афиширую. У меня есть свои цели и задачи, есть цели по бизнесу, не связанные с Спартой, да, которые я двигаю, я реализую. Есть цели со Спартой, ну, пока не готов в полной мере оглашать, просто скажу о том, что немножко переформатирую проект и, наверное, выйду немножко в иную более премиальную нишу. То есть будет какая-то пересборка Спарта? Да, будет некая пересборка и будет, наверное, просто некое изменение векторов. Если раньше у меня была идея, что Спарта должна быть доступна всем и каждому, и мы всегда, у нас же недорогие тренинги, ну, по сравнению с рынком трансформационных, мотивационных программ, мы вообще с каким-то самаритянством занимаемся. Я тебе скажу просто, когда мне продавали Спарту в 2014 году, для меня это был очень дорогой тренинг, потому что, знаешь, как я принял решение? Я часто это писал в соцсетях у себя, я говорю, вот там 25 тысяч рублей он стоил в 2014 году за 3 дня, а я до этого купил холодильник домой за 25 тысяч рублей. И вот мой сейчас лучший друг, который меня как раз инициировал, говорит, давай, приходи, покупай, он говорит, тут 25 тысяч рублей. Я думаю, нихуя себе, холодильник за 25 тысяч купил. А дальше у меня мыслительный процесс, знаешь, какой я запустился? А есть ли шанс, что мой холодильник изменит мою жизнь? Хотя бы, блядь, минимальный, нихуя, но холодильник я купил. А есть ли шанс, что вот эти 3 дня изменят мою жизнь? Ну, конечно, есть. 50-50, да. Какой женщина спрашивает, какой шанс, если вы выйдете на улицу и встретите динозавра 50-50? Да. Либо встречи, либо нет. Ну, явно, как бы, пизжа холодильника, понимаете? Просто холодильник мне понятно, а тренинги, я тогда, ну, это буквально, я тогда не покупал тренинги, в принципе. Ну, разве что, там, обучение продажам, там, еще что-то такие профессиональные. Какие-то скилловые, навыковые тренинги. Да, да, да. А тут, типа, 25 за 3 дня, блядь. У меня придется, ну, ладно, холодильник закупил и вот так вот зашел. Поэтому, как бы, ну, не скажу, что они, там, дешевые. Знаешь, ну, опять же, дорого, дешево, понятное относительно. Ну, понятно, да. Я пару дней назад был на тренинге, который за 300 продается, да. Кому-то дешево, кому-то дорого. Кому-то, я летал пару лет назад на Антони Робинсона, где самые дешевые билеты, по-моему, от 1000 от 3 были евро на бизнес-мастере в Роттердам. А примялка спереди стоила в районе двадцатки. То ли 1000 евро, то ли фунтов стерлингов. Ну, опять же. Ну, в целом, так-то, если посмотреть до хера, да, то есть. И, честно говоря, у меня ощущение сложилось, что за 4 дня я сдал какой-нибудь Аяс или Петя, я про БМ, да, в свои времена отдал бы гораздо больше, чем Тони Робинс. Опять же, у всего есть своя цена, ну, и у всего есть своя ценность. Соотносится цена или ценность – это выбор отдельно взятого каждого клиента, потребителя и так далее. Для кого-то холодильник за 250 или 300 тысяч рублей, да, он, ну, не будет нести в себе ценности на эти 250 или 300 тысяч. А для кого-то, кого не 250 или 300 тысяч рублей, подарит ему, там, я не знаю, ценности на миллион или на два. Я твердо могу сказать, что по сравнению с рынком, в целом, если резюмировать эту тему, по сравнению с рынком трансформационных программ и стоимостью трансформационных тренингов, мы стоили прям сильно дешевле конкурентов. И это мой баг, это мое убеждение, которое у меня было на этот момент времени, что нам нужно держать цену в таком диапазоне, чтобы, хотя бы немного постаравшись, этот тренинг могли себе позволить все, в том числе бедные студенты. Если бы в то время цена была бы полтинника или сотка, ну, автоматически, да, это бы отключало. Сейчас я уже, как бы, туда не обществу отдал, у меня нет потребности, там, быть доступным всем и каждому, там, нравится всем, еще что-то и так далее. Поэтому я думаю, что мы потихонечку будем менять сегмент аудитории, с которой мы работаем. Ну, то есть, что это будет, корпорат или… Нет, нет, более дорогие, более просто премиальные продукты для ребят, которые чуть больше в текущем моменте своей жизни могут себе позволить. А контекст какой, то есть, это что будет? Тоже самое, тоже самое. Или мужчина, женщина участвуют как бы уже не… Нет, ну, женщины так или иначе у нас проекты уже присутствуют, и присутствуют достаточно давно, и присутствуют очень обстоятельно. Я тебе скажу по секрету, что на одном и том же тренинге девочки джазу могут дать гораздо больше, чем мальчики. То есть, нет такого, что… Уже с 2016 года нет такого, что только для мальчиков или только для мужчин. У меня, знаешь, история такая была, не знаю, видео войдет, не войдет, я просто расскажу. Я собирал первое восхождение на Эльбрус в 2014 году, или в 2013 даже. И так как мы еще на Эльбрусе не были, и для меня самого это было новинка, я не знал, что нас ждет, я сказал, женщин с собой не брать. И в какой-то момент времени приезжаю, у меня лагерь уже 40 человек, мы готовимся к восхождению, и бегает девчонка такая, бегает, 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 бегает. Я подумал, что она приехала с альпинистами. И на второй или третий день восхождения, мы уже пошли когда в горы, я начинаю понимать, что походу она не из команды альпинистов, хотя где-то как альпинисты. Ее зовут Женя там, ну, сейчас будет изменено, допустим, имя и фамилия. Я говорю, слушай, родная, а ты как здесь оказалась? Она говорит, я позвонила и записалась, типа, что-то оплатила. Я говорю, как ты записалась, как тебе записали? Я же сказал не брать, типа, женщин, строго не брать. Говорит, ну, я позвонила, сказала, Женя, кац, продайте тренинг, да, образно говоря. Ну, ей продали. И я такой думаю, господи, хоть бы проблем с ней не было, там, ну, в плане того, что девочка все-таки там, да, окружение мальчики. В итоге она первая залетает на вершину, там, где ребята идут, вот, да, вот, они там, что-то, давай, брат, ты сможешь, мы Спарта, там, еле-еле, да, там. Она, фух, влетает на вершину и после восхождения сидим в сауне, паримся, отписаем, она сидит и мужики сидят, короче. И мужики, что-то какой-то разговор заходит за армейскую тему. И там такие, знаешь, начали, да я в ВДВ служил, там, десантно-штурмовое батальон, да я, там, внутренних войсках, там, на берет сдавал, там, нас сидят пацаны, короче, врусники, там, это, колотен пантре. И она такая, я тоже служила в армии. Все такие, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, в какой-то армии служила, там, кофе подала, она говорит, не, я вообще, у меня израильское гражданство, я в Израиле служила. И, типа, ну, типа, и говорю, что, как? Она говорит, ну, тяжело было, попало, типа, на конфликт с Ливаном, если не ошибаюсь. Все снова, там, ха-ха-ха-ха-ха, что ты там, типа, я не знаю, яичинку готовила и так далее. Я говорю, а кем ты была? И она говорит, я была сапером. И я, прикинь, не подумав такой, просто у меня бывает иногда, что-нибудь бахну и не подумаю. Я говорю, что много детских игрушек заминировала? И прикинь, в этот момент, по ее взгляду, я понимаю, что я попадаю на 10 из 10. И все понимают в этот момент времени, что эта шутка просто вот, попадание больше, чем надо. И она такая, глаза как бы прячет, говорит, это была война, ребята. Поэтому история о том, что там женщины, мужчины, там, только для мальчиков, камон. Это все пережитки патриархального века. Девочки могут выдавать ничуть не больше, чем мальчики. В новом проекте ты себя кем видишь? Да так же, по ходу, двигателем. По ходу, двигателем. А что это за должность двигателя? Это такая должность, знаешь, задача которой прокладывать курс, объяснять цели и создавать мотивацию в экосистеме, чтобы люди к этой истории двигались. Двигались, прошу прощения. В принципе, плюс-минус тоже, чем я и занимался. Просто по-другому желаю сделать немножко уже по-взрослому. Я взрослый мальчик, мне уже 35 лет. Я уже всем все доказал давно. И вот ты спрашивал про некий медиаобраз, как меня видят и так далее. Огромная ошибка в моей жизни была. Это пытаться следовать какому-то одному образу, некому, вот этой конве. И вот в этой конве, чтобы вот я вот такой вот, вот я типа, вот я сильный такой спартанец, я там такой этот и так далее. И эта фигня очень сильно загоняет в рамки. В рамки, которым почему-то общество там или там фолловеры, да, там, они считают, что ты этим рамкам должен очень сильно соответствовать. А так как я типа спартанец, да, типа если, а я еще главный спартанец, то это автоматически значит, что я сплю на гвоздях, питаюсь ячменем, пью только воду. Мне не разрешены там ни алкоголь, ни что там, не дай бог там. Кока-кола. Кока-кола это не просто, не по-спартански, еще вражеская, это же, это же пиндосы, американцы настраивают, понимаешь. И там вот это, и там такой список того, что тебе нельзя, тебе люди начинают сразу накидывать. По нихуя себе, да. Что ты, если в какой-то момент времени вот так если собрать просто, да, их представление, что в твоей жизни должно быть, а что в твоей жизни не должно быть, это просто можно сразу тогда, короче говоря, уйти в Аскезу, куда-то на Афон, на Святую Гору, в Грецию уехать и там сидеть до конца жизни. Нет, это прям, это тупик. Это не есть правильный путь, не есть правильный путь типа, короче, идти на поводу того, чего от тебя хотят видеть. Да, это в моменте может денег больше принести, да, в моменте там может быть какие-то выгоды будут. Вот финал этой истории такой раз за внутренний конфликт и такой раз за отождествление того, кем ты являешься на самом деле и того, кем ты пытаешься быть или кого ты пытаешься себя нарисовать перед другими людьми. Я взрослым мальчиком уже в такие игры не играю. А какие ошибки ты видишь в прошлой Спарте, чтобы их не учитывать в новой вот этом проекте в реинкарнации? Ошибки. Ошибки по бизнесу, ошибки по тренингу? Вообще по всему, ну то есть это же, ну я прошу, почему, все-таки, знаешь, нам придется вернуться про Спарту, я понимаю, но это, это пиздец что-то было, понимаешь, то есть это же реально несколько тысяч человек, причем. Десятков тысяч. Несколько десятков тысяч человек, да, которые в разных городах, вот чтоб ты понял, вот я, например, когда переехал в Москву, я думаю, что первым делом делать? Я первым делом спартанцам написал, типа, ребята, что у вас тут есть, понимаешь, это вот первый мой социальный капитал. Ну да. Понимаешь, я решал вопросы, у меня человек, надо было решить вопрос в Хабаровске, когда я находился в Перми, я первую очередь написал в чат спартанцам, говорю, ребята, надо там сходить, один документ забрать. Решили? Не худелось вообще, понимаешь, что все непросто пошли. То есть это такая, как бы, штука, ты можешь там говорить, что угодно, но ты создал пиздец какую экосистему, понимаешь? Походу да. Походу да. Вот, и ты не представляешь, какие там взаимосвязи. Как бы, потально прям меняются, да, вот это все. И тем не менее, ты говоришь, сейчас будем перезапуск, но тут же были какие-то реальные ошибки. Просто это же не просто так. Мы сейчас говорим об ошибках по бизнесу или ошибках в будущем. Вообще всех, понимаешь? Потому что вот создать такую экосистему, ее нельзя создать случайно. То есть ты что-то делал? Были какие-то вещи, которые сделал, наверное. По поводу ошибок. Начнем с ошибок по бизнесу. Из-за ошибки по бизнесу большая демократия во взаимоотношениях с партнерами, в результате которой только часть партнеров, я имею в виду тех представителей в городах, смогла преуспеть. Остальные придумали какой-то свой путь, что-то там придумали, колупались, у них не получалось, разочаровались и уходили. Это если говорить о ошибках по бизнесу. Второе, вторая ошибка по бизнесу, сейчас об этом только понимаю, то, что я не привлекал, вернее, мало привлекал в команду людей сильнее, чем я. Вот, короче, я тут слышал недавно Сукерберга, по-моему, или кого-то, а может просто было лицо Сукерберга, как обычно наложенный текст. Знаешь, как это бывает? Цитаты без Тетхэма. Да, цитаты без Тетхэма, как это бывает. И, короче, там смысл был в том, что он говорит, я не нанимаю сотрудника на работу, если я понимаю, что это сотрудник, у которого я бы не хотел сам работать. И я такой, ого. А ты наоборот? А я наоборот, да. Типа попроще, полегче, чтобы можно было утромять. Ну, типа такой, да, типа вот он, сковородочка какая-то, вот он, никто из него микроволновку не пытается делать, и функции микроволновки от него никто не ждет, поэтому пусть будет сковородочкой. Вот это, наверное, второй момент. Это, если мы говорим по бизнесу. Если мы говорим по продукту, те ошибки, которые были мной сделаны, но я, в принципе, их переработал, эти ошибки. Это подход к стандартной безопасности по поводу тренинга и более тщательный подход к анкетированию, тестированию и выявлению здоровья участников, приходящих на тренинг. Потому что программы, которые мы вели, особенно мужские программы, они рассчитаны на нормальный здоровый организм, не на больных. Ну, то есть, если у тебя какое-то заболевание сердца, к примеру, то ты, как бы, либо ты не приходишь к нам, либо, если ты приходишь, и ты очень сильно горишь, ты первый, кому должен это сказать, организаторам, и они передают это мне, либо мне напрямую. С чем мы столкнулись? Приходят люди, у которых есть заболевание, получают справочку о том, что у них все хорошо, что они молодцы. За тысячу рублей получают справочку. У нас же, в принципе, у всех отношения к здоровью свое такое, пока у нас там не глобысь не случился, мы не особо переживаем, мы не считаем наше здоровье инвестицией или капиталом каким-то. То есть, мы относимся к этому, как к чему-то само собой разумеющемуся, хотя, по сути, наше время и наше здоровье являются двумя невосполнимыми ресурсами. Деньги восполнимый ресурс, время и здоровье невосполнимый или очень тяжело восполнимый ресурс. Но с этим, к этому приходишь только с годами. С годами. И получается, у нас была история такая, что мы не сильно, там, очень, скажем, прямо проверяли, там, действительно, соответствие человека и тому, что написано у него на справке или тому, что у него в анкете написано. Допустим, мы даем анкету участнику, там, вопросы про сердечно-сосудистые, почечные заболевания, травмы. Он все, не, 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 не. По сути, вы ответственность как бы снимали с себя юридическую или это тоже нехерное? но опять же как снимали мы в любом случае как нет такого что мы подписали щеком бумажку и заведомо нанесли ему вред какой-то мы не понесем ответственность у нас были же проблемные случаи на проекте вот у меня в шестнадцатом в шестнадцатом году у меня был случай мужик короче говоря на мероприятие отъехал знаешь как это было то есть там история который рисует сми там еще кто-то там история просто метам начиная начиная от не знаю говновейство рентв заканчивая там человеком законом первым каналом ну как как бы ситуация какая была на самом деле пришел мужик как бы скрыл о том что почему знакомы наших знакомых хороший нормальный но скрыл о том что у него проблемы с сердцем первый же день тренинга упражнение планочка банально встает на кулачки хлоп тромб и человек буквально на глазах в течение 15 минут как бы уходит мир иной даже при условии того что врач прибежал я ему искусное дыхание дело тогда врач скорая приезжает ребят тромб ну извините тут вы ничего сделать не можете вот но как бы если бы мы оказывали услуги такие понимаешь цель которых заведомо человеку нанести вред вот я бы сказал участник тренинга вот стенки и башкой в стенку бейся пока просветление не придет ну понятно в любом случае даже если у меня бумаги подписаны что я себе снимаю всю ответственность я понесу ответственность в любом случае вот поэтому здесь в данном случае чем закончилась для тебя конфет ну и были меня и были хорошо иногда даже поебывают и так далее ну просто идеальное обстоятельство слава богу компетентные у нас попали следственные органы которые не подхватили вот эту волну сми где там рисовали какие-то страшные вещи что я там на тренингах детей ем там я не знаю сатанистские оргии устраивают что-то еще и так далее вот которые просто разобрались ситуации провели независимую экспертизу но и суть этой истории что человек реально оказался просто не в то время не в том месте что с его сердечным заболеванием нужно было просто по-хорошему лечиться а если бы он пришел к нам на тренинг он бы мне должен был первым сказать что у него такая и такая история я бы просто все нагрузки которые тренинг внутри тренинга проходят просто для него бы масштабировал что у меня проходило огромное количество ребят и с эпилепциями слепые с эпилепциями гемофилия знаешь гемофилия несвертанность крови до любой синяк любой порез течет до до момента пока там хоть сыворотку не ведут еще какие-то заболевания с одной почкой с одним легким и так далее но проблема одна о всех этих людях я знал они все об этом говорили либо по ним было видно что чувак приехал на инвалидной коляске я понимаю мне ему надо адаптировать программу немножко так чтобы он как бы и кайф получила с одной стороны поработал получался с другой стороны чтобы это бы возможность для этого была а когда приходят вот такие вот подснежники но это конечно проблема была большая большая сейчас мы уже немножко научились с этой история работать путем хитростей небольших прямого анкетирования косвенного анкетирования которые мы даем участникам небольших функциональных тестов определяющих состояние подготовки человека где я сразу понимаю мне какой группе относится человек хорошо при по приседать ну типа типа теста купер и так далее прочих вещей на пять минут времени сразу становится понятно как бы с кем мы имеем дело кому нужен более скажем так такой твердый подход и у кого есть ресурс нормальный по здоровью кого нужно прямо так пылиночки сдувать и дуть дуть им и говорить иди-иди молодец двигайся молодец мой мужчина красавчик сильный 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 все все собери сопельки окей подготовка людей то есть более серьезно что еще второе создание экосистемы понятно прозрачной после мы долгое время у нас была какая история вот тренинг вот прошли и все эти так молодцы поздравляю пацаны вы спартанцы идите идите и творите да а все-таки решают не тренинг решает эта система и эта система отвечает вот если мы возьмем условно сто процентов результатов до который среднестатистический участник может получить тренинга я думаю 50 процентов впереди пройдет на тренинг возможного и 50 процентов это на экосистему это вот те люди о которых ты говорил что ты можешь позвонить владивосток там в нью-йорк в чикаго такие люди есть и до сих пор есть и как бы и решить какие-то вопросы это большой бонус это то на чем мы на самом деле селективно не заморачивались то есть мы не так сказать одни не занимались прям централизованным развитием именно не тренингов а сообществ со мной в сообщество было само самостихийное что-то такое событийное самостихийное так далее я вот в этом плане сейчас подход меня то есть и x к сообществу и к менеджменту сообществ отношусь уже как направление деятельности не просто как ну типа выпускники собрались по поводу ошибки с по сильным людям скажи пожалуйста вот винчестер гафар они как по твоему были они они из какой категории сильные равные или такие то есть и что вообще они все сильные ребята они же сейчас как-то не никакого отношения не имеют к спарте или какие у вас отношения витя ездит видео для нас видео когда просто меньшем объеме никогда тренером не запрещал делать собственные проекты реализации единственное условие как бы то что вы делаете она не не должно быть в конфликте с тем что делаем мы но из области вот допустим почему нас этом все время когда возник конфликт даже не у меня а у гафара не веду потому что я будущее тренером спарты пользуюсь определенным тренерским авторитетом да и этот авторитет был в том числе мной создан так как я его выбрал тренером я его тренером назначил обучил с собой вместе там возил людям давал вести тренинги то есть дал это пространство с кем работать он в какой-то момент времени решил просто собрать свою программу в городе уфа где главным организатором сообщества был руслан гафаров и решил даже не посоветоваться с условно по этому поводу просто начал выпускников спарты выпускников которые пришли благодаря руслану начал просто ходить в свою программу свой проект ну так немножко некологично получилось разошлись мы во мнениях в этом вопросе но при этом это не умаляет то что это сильная личность определенно да и и руссия личности веки сильная личность ну а сейчас то есть ты как будешь в данной в новом проекте использовать это вообще будешь ли ты как коммуницировать с этими людьми или И как-то вот эти ограничения ставить, что если нельзя, можно, вот эти правила, тут же не было каких-то правил, это все вопрос экологичности. Не было правил, это ты верно говоришь, у меня тот понимание с опытом пришло, что и с тренерами тоже надо договора подписывать и формализовывать отношения таким образом, чтобы тренеру объяснять, что смотри, вот это можно делать, вот это делать ни в коем случае нельзя, а вот это можно делать, но если мы предварительно по поводу этого проговорим. То есть это вопрос, наверное, ко мне как к управленцу, то что у меня в тот момент времени компетенции не было, знаешь ли, у меня откуда понимание пришло того, что с тренерами нужно что-то договариваться, формализовывать и так далее, во-первых, собственный опыт, во-вторых, у меня был товарищ, он долгое время занимался консультом Blackstar, и он мне сказал такую вещь, смотри, вот любой артист, он пока никто, он делает все, что ему говорят, особо не выеживается и как бы готов к сотрудничеству и так далее, как только они хватают свет первой звезды, они начинают, не побоюсь этого слова, охуевать, ну прям, прям охуевать, охуевать, начинают задаться вопросом, а вы мне здесь зачем, а вы там, а те кто сделал, мальчик, кто был ты вообще до того, как ты сюда попал, кто тебя знал, потому что ты хороший человек, ну да, ты был хорошим человеком, вопросов нет, ну не знал тебя никто, сейчас тебя знают, и вот, наверное, благодаря ему как раз и истории вот этой, которую он мне рассказал из опыта Blackstar, у меня, ну, появилось понимание того, что если я завожу тренер в проект, я ему прям четко показываю, смотри, вот это можно, вот это нельзя, вот это мы с тобой можем обсуждать, вот такие вещи лучше не делать, все. Время, когда ты решил запускать, перезапускать проект, не кажется ли тебе сейчас пиздец, какой не подходящий для этого? Никогда не будет подходящего времени. Ну понятно, но сейчас, условно, если ты завтра поставишь флаг и скажешь, мы там делаем проект, это все равно будет инфобиз, инфопроект, это же сразу же внимание, то есть ты понимаешь, что ты, скорее всего, сколыхнешь в ту волну, там, 16-го года, то есть это все потянется, вспомнится и так далее. Да насрать мне вообще, вообще насрать. В балков бояться, в лес не ходить. Вот смотри, вот с самого первого момента существования Спарты, у Спарты всегда были какие-то хейтеры. Причем, чтоб ты понимал, здесь как в анекдоте, чтобы доебаться, повод не нужен. Сначала нас хейтили, что мы типа гопников молодых воспитываем. Слово пацана. Типа вот что-то типа того, да, какой-то хейт был, какие-то мамочки, они даже отношения к проекту не имеют. Потом, короче, мы такие, а я занимался благотворительностью в то время сам, но в рамках проекта не транслировал. У меня был детский дом здесь, куда я ездил детей тренировать. Я такой, ребят, давайте благотворительность проект внедрять. Во-первых, пацанам полезно, во-вторых, в целом, когда тоже ненужные вопросы отпадут. Напали? Нет. Даже в вопросе благотворительности, да вот, они деньги отмывают там, получают от государства. Еще там какие-то истории такие, я читаю, понимаешь, там, ну, я столько всего наслушался за эти годы, понимаешь. Кто-то там, что мы там с сатаной там дружим, короче говоря, вербуем людей в анафему. Одна гражданка на меня писала заявление, что я людей в ИГИЛ вербую, короче говоря. Одна, что я наемников набираю и так далее. Там вот это все, если собрать, это вообще там просто, в этом можно навсегда утонуть. Какая разница? Собаки лают, караван идет. Моя большая ошибка, ключевая моя ошибка, знаешь, какая была? Я сам по себе, ну, кто меня знает близко, я достаточно добрый и совестливый человек. И делая что-то хорошее, то есть изначально я задумываю что-то хорошее, получать негативный фидбэк какой-то, а его неизбежно начинаешь получать, когда твоя деятельность привлекает внимание. Короче, вот моя была проблема в том, что я начал это принимать близко к сердцу. То есть, вот зайди, зайди на любой аккаунт, там, Басты, Айзи и так далее. Вот я в какой-то момент времени начал, знаешь, у меня с чего? Я прям сильно в какой-то момент времени пригрустил, когда говнище и так далее. А потом в какой-то момент я захожу на аккаунт Кази, бывшей жене Гуфа. Никакой симпатик не испытываю, просто, как бы, симпатичная девчонка, вот, решил посмотреть, что происходит в комментах. Я захожу в комменты, там такая грязь, мама, там такие вещи люди пишут, просто, вот, я бы тебя, там, туда-сюда, там, крутил, вертил. И, камон, это чья-то дочь, это чья-то сестра, это чья-то мать. Если бы твоей дочери, твоей сестре бы кто-то вот так вот, ну, такие вещи бы начал писать. Ты вообще в адеквате, парень. Сука, интернет просто рождает безнаказанность, понимаешь? Вот этот интернет, он рождает прям вот это иллюзорное чувство безопасности, когда я говнище никому не нужное, понимаешь? Сижу у себя в своем же говнище, в глубокой злости на себя, на жизнь, на родителей, на всех. Тут я вижу человека, который мне по каким-то причинам начинает резонировать. Я не задаю себе вопрос, почему он мне резонирует, почему у меня вызывает чувство ненависти к нему, к этому человеку. А начинаю там свое мнение. Нахер вы никому не нужны с вашим мнением? То есть, если вот кому-то из людей, которые пишут говно комментарии, может сложиться некое ощущение, да, там, допустим, что вы своими комментами что-то там двигаете или что-то там, я не знаю, не имеет какую-то важность эти комменты и так далее. Ребят, я вас расстрою, это не так. И, скорее всего, людям, особенно известным, популярным людям, которые уже давно, скажем так, в медиарынке, да им насрать вообще на то, что вы пишете. Вы им же помогаете продвигать их видеоролики. Вот если вы сейчас возьмете, посмотрев это видео, напишите, Антон Бритва, там, лысый урод, я не знаю, там, что-то, гадкий, мерзкий человек, зачем вы его пригласили? Смешите больше, вы просто продвинете это видео, чуваки. Сделайте это, не сдерживайте себя, скажите все, что у вас есть на душе, все, что вы думаете по поводу меня, моей деятельности и... Лайк, да? Лысый и беззубый у меня. Лысый, да. Да, волосатый, блядь, ну, короче. Мне это написали, бомж, блядь. Да, да. Интересно. Да, да, точно. Вообще удивляемся. Самая классная категория, кстати, вот это вообще моя любимая тема, походу. Самая интересная категория, это люди, которые рассказывают, что тебе надо было делать или как тебе надо было бы поступить или какой ты должен быть, понимаешь? Да. Это люди, которые тебя не знают, но при этом лучше знают, как они считают, какой для тебя более правильный выбор, каким ты должен быть, каким ты не должен быть, чему тебе соответствовать, чему тебе не соответствовать. смешно 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 я про другое немножко я спрашиваю про форму то есть ты все равно делаешь тренинг не думал ли ты о других формах это может быть не знаю книга там кино в какое-нибудь я на сообщество больше буду ставку адрес на модель на сообщество а и ты лидер сообщества получается наверно да что так блять скромно ну типа я образовался вопросом не просто есть там условно децентрализованное сообщество где-то такое не ребят я не лидер дать вы сами я такие пытался строить как раз это с этой вашей фиолетовой моделью бирюзовый хуй то в россии не работает еще нет это в каких-то очень классных эти компаниях наверное это я там тоже есть батя такой который типа делает вид что он типа играет в эту игру как по факту выиграете у меня не получилось то есть у тебя будет что-то более ну а как же учитывая что-то более тоталитарная блять там минимум демократии моя была никогда тоталитаризма вот я его не было так ты же и говоришь что много демократии она разъебал авторитарного может быть больше немножко авторитарного но тоталитарного нет я вообще категорический противник любого тоталитаризма но окей ладно слово иосиф сталин не является я хотела признаю как бы его заслуги определенные примером для подражаниями не является это бизнес клуб будет ли это и нет это будет это будет мужской клуб но добрая часть людей которые там будут это представители бизнес сегмента мне просто интересно с такими общаться интересно общаться с людьми у которых мне есть чему научиться если мы сейчас говорим об интересе так как я не никому ничего не должен и я выстраиваю среди креста как я считаю нужным прессом выбирают тех людей с кем не интереснее быть интересные люди когда уже что-то сделали для стартаперов для начинающих я уже много сделал много отдал 10 лет команду могу себе позволить поиграть такую игру которая мне интересна они в которую я типа по каким-то там соображением должен играть но ты же должен помогать всем да никому я нахрен ничего не должен лучше должен был все отдал уже ваш пару банковских кредитов не закрытых но это второе сам ты вообще чего учишься там тренинги ну может рассказывать про последние все ты сам являешься потребителем тренингов или для тебя это в разумных пределах а как выбираешь у меня были с был список программ который я желал пройти за разряды тренингов и не тренингов я их прошел а как ты они это список попали то есть собираю фидбэк от людей обратную связь что-то приходит скорее всего фидбэком ты уже получаешь типа идти не идти но как ты понимаешь типа мне не хватает вот этого нет не получаю не получаю идти не идти ну давай так вот например в тысячи четырнадцатом и пятнадцатом году от павла кочкина я услышал такое понятие соногенное мышление у меня многие люди которые сейчас смотрят это видео впервые услышит это может быть на направление которое популяризировал профессор волнов направление которое помогает человеку при помощи определенных методологий прорабатывать свои ограничивающие убеждения эмоции в том что негативные эмоции такие как вина стыд обида нефтом и так далее и тому подобное всем шанс там тому же 14 15 16 году когда я впервые это услышал ценности ценности большой для меня в этом не было то есть тот момент времени не способен не готов был слышать сейчас когда я взрослые пересмотрел там что-то звонила посмотрел думаю ешкин кот где был раньше почему почему я раньше не стал это смотрите этим заниматься допустим исследует то есть запрос откуда смотри почему спрашиваю потому что есть программы как бы навязаны а есть те которые ты сам как бы себя находишь вот навязаны это например там инфобиз да очень часто типа ты живешь не так блять ты не знаешь что такое там цифры там неправильно связано сегодня только что обслуждаю мажа не я даже не про бизнесовая цифра там знаешь типа ты тройка в наш вот мне блять вот и тройка ты должен вот это ну я не знаю мне говорят ты тройка короче я такой заебись что делать но тебе надо вот это вот это вот это вот я такой типа ну ладно то есть есть вот вещи которые навязаны когда тебе надо иди а есть который человек просыпается кубер мне надо вот и как отличаешь одного другого ну нахренам не отличает одного другого в плане того что смотри я не очень поддающийся на влияние других сторонних людей человек то что мне кто-то там в волшебном кумаре волшебном поддержке тренинга прибежит и скажет тебе срочно надо нет времени объяснять прямо сейчас на этот тренинг на мое решение на мой выбор сильно не повлияет я в любом соберу случай соберу обратную связь фидбэк от людей которые год два три назад проходили эту программу который уже более меня трезвым мозгом смогут мне дать обратную связь что для них в этой программе являлось ценным человек не хватило я взрослый мальчик в такие вот ну типа истории и гиги ги 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 тебе надо и так далее я давно не играю что такое маркетинг я прекрасно понимал ну окей ответил тогда как ты будешь сейчас набирать людей то есть что это у тебя будет это закрытый клуб реферальная система партнерка или как там все видишь увидеть от нового всего будет бизнес составляет все так же господи 1 сарафанка тех кто есть уже это раз для тех кому заходит кого ценность есть два ну надо объекты на какой-то внешний маркетинг устраивать но с теми в теме там трансформационные так далее но я пока ключа к хорошему там маркетинговым решения не нашел даже здесь не о маркетинге идет речь скорее а конкретно о рекламе в интернете оба самыми там еще о чем-то я пока не нашел такого способа регенерации которые бы генерировал профита больше чем вложено денег я наверно на рекламу денег потерял гораздо больше неудачно инвестировал гораздо больше чем я вот объясню я получил и вот тот профит который в итоге был все так же что-то возможно поменяется что-то будет по-другому ну ты как будешь от команды набирать внутри или ты будешь подрядчиков искать или что это это учете нужен кто-нибудь может быть мы сейчас напишем типа типа пишите сюда и сегодня там маркетолог тетки слушай знаешь короче я в этом плане немного закрытый человек потому что я уже не дружу маркетологов без рекомендаций от людей которые с ними работают то есть суеты лучше надеждаем кого-то да потому что съест только бабок просрал на маркетологов без рекомендаций вот эти еще и советы во времена бм а найдите крутого маркетолога мы там находим чувака какого-то ставим за оплату 300 или 400 а это был тринадцатый год по моему это еще до крымских историй это все равно что сейчас бы мы ему поставили сразу за оплату 800 или 900 примерно на 10 9 ценность денег сразу же не не пипец какой наш там богатый проект сильно капитализация меньше было и он нам еще там на пару лямов выжигает короче бюджета неконтролируемо потому что мы таки нам сказали он же классный он работал в легких компаниях и посидим таки ёб твою налево поп pouvez какой-нибудь давая на пусть я может быть обращение к будущем не знаю там пойти посмотреть ученикам твоим клиентам я просто к людям к людям обращается с делом теперь скажу ребята не бойтесь учиться не боитесь развиваться не будете где-то там на обучение на образовании потратить деньги то есть одном случае если вам что-то прям очень сильно не понравилось, скажу вам по секрету, у вас есть возможность по закону, ну там может быть подключив адвоката, это вернуть еще. Ну прям в большом количестве случаев истории такая возможность есть. Но я думаю, что если вы приходите, и вы приходите учиться, вы приходите именно получить знания, навыки, а не для того, чтобы доказать, что ваша картина мира правильнее или ваша картина мира она более фундаментальная, то свой профит, свой выхлоп, свои результаты, свои инсайты вы получите с любого тренинга, даже если будет тренинг по дыханию маткой. Ссылочку оставим внизу, новый тренинг Антона Бритвы дыхание маткой, ссылка внизу. Я написал, а для мужчин что-то есть, дыхание в матку. Дыхание в матку, да, поправим, новый тренинг дыхание в матку, ваша женщина будет счастлива. Кайф. Антон Бритва. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok